Из книги «Открытым оком», том 7, тема «Лапкин книги. Вопрос 1926». «Среди множества даров, с какими вы встречались, что видели у других, хотели бы свой дар знания Писания и дар проповедничества поменять на другой?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Было только однажды и только на мгновение, когда у баптистов в Новосибирске услышал, как два брата поют. Мне захотелось подняться на крышу и запеть на весь город, но тут же подумал, что свой дар я бы уже не сохранил и не отдал бы. Мне дано слишком много память, трудолюбие. По 16-18 часов даже сейчас я провожу за клавиатурой компьютера ежедневно и без выходных, не считая массы других дел, ежедневных бесед, общения с людьми, работа в университете, в милиции, в тюрьме и прочее. «За два года вышло из печати у нас 13 книг и три уже на подходе еще. Даже моя глухота меня нисколько не удручает, только бы не ослепнул совсем. Слепым не завидую, а жалею их». 1 Коринфянам 9.22 «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Иоанн 1.12 «А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». Иероним Стридонский, день памяти 15 июня Блаженный Иероним, рассказывая о событиях, происшедших во дни его детства, передает следующее о Дедиме. Когда в Александрию прибыл знаменитый отшельник, святой Антоний, вызванный сюда святым Афанасием для борьбы с орианами, то Дедим посетил великого подвижника. Последний, удивляясь уму и знаниям Дедима в области священного писания, спросил его, скорбит ли он о том, что он слеп. И когда Дедим сознался, что слепота для него тяжелое испытание, Антоний заметил. «Странно, что ты скорбишь о потере дара, которым обладают мухи и муравьи, и не радуешься обладанию такими познаниями, которых удостаивались только святые и апостолы». Нитрийская пустыня была излюбленным местом жительства иноков в Египте, лежит на юг от Скидской пустыни. Часть трудового дня блаженный Иероним уделял еще на преподавание мальчикам. Но главным занятием его, как и прежде, было изучение святого писания и переписка. Сульпицы Север, прожившие с блаженным Иеронимом в его пещере шесть месяцев, свидетельствуют, что блаженный отец всегда был занят чтением или письмом, почти не пользуясь отдыхом не только днем, но и ночью. Олимпиада. День памяти 25 июля. Ее уважал святой Иоанн Златоуст как великую рабу Божию и любил ее духовной любовью, как некогда святой апостол Павел Персиду, о которой пишет «Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Римлянам 16-12. И Олимпиада святая сделала не менее Персиды, много трудясь ради Господа и служа святым с великою и теплой любовью.